Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тема дня». Сегодня мы поговорим на одну важную и волнующую, ну почти каждого человека, тему – это лишний вес. С лишним весом сталкивается каждый второй человек в нашей стране, причем не только женщины, но и мужчины. Ну и для начала нам, наверное, нужно разобраться с тем, что же такое лишний вес, и в этом нам сегодня поможет директор медицинского центра «Открытие» Наталья Ивановна Солодкова. Наталья Ивановна, здравствуйте! Так что же такое лишний вес? Ну, допустим, да, есть какие-то у человека проблемы, но он любит себя таким, какой он есть, принимает и ничего менять не хочет. И вообще, какой вес считается нормальной, а какой лишним? Хороший вопрос. Давайте разберемся. Чтобы нам с вами понимать, какой вес считается нормальным, а какой лишним, что дальше с этой проблемой делать, как с ней разбираться правильно, да, все дальше подробно уже объясню. Вот. Ну, чтобы понимать, какой вес является лишним, надо сначала разобраться, как это посчитать. Есть такой индикатор, кстати, он международный вообще считается показатель, индикатор, он называется индекс массы тела. Очень просто считается. Просто. То есть нужно свою массу тела в килограммах разделить на рост в квадрате. Вот. Ну, например, если женщина весит 80 килограмм, при росте метр семьдесят два, то есть мы тогда 80 в числителе, в знаменателе метр семьдесят два в квадрате. И получаем двухзначную цифру с несколькими цифрами после запятой. Берем во внимание эту двузначную цифру и начинаем уже рассуждать. Если у вас показатель от девятнадцати до двадцати пяти, у вас идеальная масса тела. Если у вас показатель от двадцати пяти до тридцати, кстати, вот в данном примере, если мы 80 разделим на метр семьдесят два в квадрате, будет индекс массы тела двадцать семь. Так вот, как раз он относится к категории 25-30. Это люди, которые имеют избыточный вес. Это не ожирение. Это избыточный вес. Скорее всего, речь идет примерно о пяти десяти килограммах лишнего веса. Вот. Далее такая градация. 30-35. 35 – это ожирение первой степени и уже риск для здоровья. 35-40 – это ожирение второй степени и уже более серьезный риск для здоровья. Выше 40 – это тяжелые формы ожирения, когда лишних килограммов больше пятидесяти и более. И здесь, конечно, уже риск для здоровья, здесь уже, скорее всего, существуют очень серьезные проблемы для здоровья. Если там еще какой-то есть риск, то тут уже все риски были в прошлом. Уже имеется куча хронических заболеваний и, как правило, кардинально уже меняется у человека и качество его жизни. Потому что ведь вес, понимаете, это не просто наша с вами эстетика, как мы выглядим в зеркале. Это, прежде всего, очень серьезные проблемы в здоровье. Серьезнейшие. Вот я вам скажу просто один маленький момент. Люди, страдающие с сахарным диабетом второго типа, 85% людей, имеющих этот диагноз, имеют его вследствие ожирения. То есть, если бы у них был бы нормальный вес, они никогда бы не имели этот диагноз. Это диагноз страшный, пожизненный. То есть, это заболевание неизлечимое, сахарный диабет. Так вот, 85% не имели бы его вовсе, если бы не ожирение. Там проблема именно в том, что при большом количестве жировой ткани в организме инсулин не может проникнуть в клетку. И начинается запуск, процесс развития сахарного диабета. Давление, кстати, повышенное. Это тоже следствие лишнего веса. Что же получается? В избыточном весе и в других заболеваниях в остальных человек сам виноват? Или все-таки есть кто-то другой, кто виновен? Ну, вы знаете, почему-то, опять же, такое мнение порой часто складывается, что если человек имеет лишний вес, то он какой-то, извините за выражение, линся и обжора. На самом деле это не так. Я бы сказала, что вот сколько я вижу людей, страдающих лишним весом, поверьте, они едят не больше, чем худые. Очень часто. Они едят не больше, чем худые. Бывает, даже человек худой съест больше. Он съест, сковородку картошки жареной, и худой будет такой же. Понимаете? Поэтому тут несколько есть причин. На самом деле, одна из причин, ну да, она существует, переедание. Существует, конечно, другая причина – это гиподинамия, малоподвижный образ жизни. Сейчас в наше время очень распространена гиподинамия. А также очень много медицинских есть моментов, которые приводят к избыточному весу, к лишнему весу, гормональный сбой, роды, аборты, перенесенные инфекционные заболевания. Наследственность, кстати, это неспособность окислять тоже количество, большое количество жира и так далее. Поэтому лень и переедание – это не является основной причиной. Я бы сказала, очень много тех моментов, которые абсолютно не касаются человеческой лени. Медицинские показатели. А вот, например, какие бывают причины избыточного веса? Ну вот, в основном, это гормональные нарушения и обмен веществ сниженный. Как правило, это все уже приходит, в общем-то, с возрастом. Понимаете, когда человеку 20-25 лет, понимаете, лишние 5-10 килограмм вообще никаких проблем не доставляют. И сбросить их можно очень легко. Зал тренажерный, ну какая-то, может быть, там диета любительская может запросто помочь. А когда человеку уже, ну даже больше 40, я уже не говорю про то, что больше 50, даже эти 5-10 килограмм приводят уже к более серьезным проблемам. Это проблема в спине, это проблема суставов, это, опять же, проблема того же сахарного диабета. И вот здесь, понимаете, человеку худеть самостоятельно, как в 25 лет, невозможно, просто невозможно. Потому что очень много каких-то вещей делать просто нельзя. Ну, например, человеку с большим избыточным весом, зал тренажерное, опять же, когда здесь большая нагрузка на суставы, на колени, да, то есть это просто невозможно из-за веса. Вот, диеты, ведь диеты, это что такое? Это запрет на какие-то продукты. Когда ты, например, сегодня ешь одни огурцы, съел кроме огурца яблок, твоя диета нарушена. Так вот, представьте, вы же не можете всю жизнь есть одни огурцы. Ну, конечно, когда вы их едите, вы похудеете. Но как только вы с этой диеты сойдете, вы опять наберете все, что было, да еще и с плюсом. Поэтому снижение веса, понимаете, вообще, кстати, ожирение – это болезнь. Это такая же болезнь, как груз-сахарный диабет, как астма, как аллергия. И нужно обязательно обращаться к специалистам, к медикам, к врачам, а не просто к интернету, к бабушкинским советам, к каким-то кремам, к каким-то порошкам, чудо, или каким-нибудь, я не знаю, хлопнув ладоши, и ваш вес растворится. Каких только сейчас чудо-методов нет. То есть ожирение – это болезнь. И ожирение, как правило, уже является следствием каких-то… вернее, у ожирения, как правило, как следствие идут какие-то серьезные хронические заболевания. И здесь нужно худеть грамотно под контролем врача, чтобы потом после такого снижения веса не пришлось еще лет 10 здоровье свое восстанавливать. Хорошо. Человек решил обратиться в медицинский центр. Какая там программа похудения? Программа в медицинском центре, она у нас комплексная. То есть ценность именно в комплексном подходе. Понимаете, от того, что именно причин набора веса много, соответственно, и подход должен быть комплексный. Как я еще такую делаю ассоциацию, нужно репку тянуть со всех сторон. И жучка, и внучка, и бабка, и детка. Эту репку тянут вместе. Потому что у кого-то это переедание, у кого-то это, например, малоподвижный образ жизни, у кого-то это какие-то гормональные нарушения, у кого-то это, опять же, даже гурнаследственность, у кого-то это шлаки и токсины. Понимаете, много есть причин, которые заставляют человека оставаться в этом весе. Поэтому именно комплексность подхода, она влечет за собой хороший результат. А что же делать человеку, который хочет, ну, просто немного подправить свою фигуру? Когда мы понимаем, что от диеты начинается депрессия, от физических нагрузок, усталости, апатия, при этом, ну, все-таки у человека так или иначе выражен в каком-то количестве целлюлит. Что делать таким людям? Ну, с точки зрения коррекции фигуры, у нас применяется такая методика, которая называется прессотерапия. Очень интересный метод. Это лимфодренажный массаж. Лимфодренажный массаж. Что такое лимфа? Лимфа – это жидкость, которая омывает наши клетки, которая создана для того, чтобы отфильтровывать организм от шлаков и токсинов. То есть выводится из организма шлаки и токсины с помощью лимфы. И вот как раз дренаж – это нужно задействовать лимфоток для того, чтобы, в общем-то, усилить кровоснабжение к проблемным зонам, к тому же целлюлиту. Вот, поэтому прессотерапия, она потрясающий, дает результат как в косметологических целях и послеродовой растяжке, и целлюлит, так и вообще дает эффект в общем. Когда вы упоминаете медицинский центр, вы часто говорите о тест-терапии. С прессотерапией мы разобрались. Что с тест-терапией? Как работает она? И почему важен диетолог и психолог? Почему важен диетолог и психолог и тест-терапия? Расскажу, объясню. Ну, что касается психолога. Понимаете, любое снижение веса, оно должно не только с точки зрения диетологической рассматриваться, но и психологической. Потому что очень часто переедание является как раз как ответ человека на что-то в его жизни. То есть это, как правило, такое психоэмоциональное подкрепление. Еда для нас служит психоэмоциональным подкреплением. Стрессы, проблемы, неурядицы. Кому-то выпить, чтобы успокоиться, кому-то покурить, а кому-то поесть. Поэтому психотерапия – неотъемлемая часть работы с лишним весом. Что касается диетолога, диетолог, понимаете, это человек, который не просто назначает диету. Вот это, кстати, самое легкое – сказать человеку «это ешь, это не ешь». Нет, никакие диеты мы не назначаем. Диетолог – это человек, который, понимаете, подберет, разберет и научит человека правильному пищевому поведению. Понимаете, правильному пищевому поведению. диету посадят мать а вот как учительница в школе учит ребенка писать же ши с буквы и также и диетолог понимаете как бы он сделает так что у вас просто правильно пищевое поведение вросло вашу жизнь чтобы вы никогда не думали можно мне это есть или нельзя или что делать если у меня плюс килограмм или два там после нового года чтобы четко понимали 1 2 3 4 5 и что нужно сделать то есть это вот как бы такой проводник такой учитель я бы сказала понимаете плюс еще человек который имеет медицинское образование а значит понимаете вы будете худеть под контролем врача а значит ваши какие-то сопутствующие заболеваниях очень много при большом вести этой сахарный диабет и различные проблемы желудочно-кишечным трактом опять же проблемы спины проблемы суставов много я могу сердечно-сосудистая система очень много перечислять поэтому чтобы опять же вы худели грамотно нельзя худеть резко например да ну и так далее то есть как бы это человек который вас контролируют регулируют еще бы я сказала диетолог является таким незримым голосом совести понимаете это тоже важно потому что когда мы с вами худеем самостоятельно с понедельника у нас понедельник может начинаться каждый понедельник и каждый день и каждый год а когда вы платите деньги приходите к диетологу и он вас заставляет вести пищевой дневник он вам означает даты встречи понимаете но как-то неудобно прийти к учительнице с невыученными уроками приходится готовиться приходится делать если есть контроль есть результат понимаете именно отсутствие контроля часто нас расхолаживает поэтому диетолог он и несколько функций играет и грамотное снижение веса и учитель который научит дальше как это вес сохранить они просто сейчас похудеть и все как диета ну похудела дальше что с этим делать да и как я уже сказала контролирующий орган это диетолог очень важная фигура вообще снижение веса вот а что касается тест терапии тест терапия кто не знает что это такое она переводится как транскраниальная электростимуляция либо тренинг эндорфинной системы вот что такое эндорфины эндорфины это гормоны счастья и гормона удовольствия а теперь помните мы с вами говорили что вот вначале тоже задали такой вопрос неужели лень человека приводит да вот к набору веса а вот если задуматься откуда это лень берется лень нежелание что-то делать с собой нежелание действовать двигаться даже да то есть активный образ жизни вести апатия депрессия откуда это берется ведь это и является признаками как раз недостатка удовольствие в жизни недостатка этих этих наших самых любимых эндорфинов и поэтому ищем утешение в шоколадке в кусочки вкусненького тортика пирожного и так далее поэтому нужно же искать дальше причину именно эмоциональный менять настрой именно устранять причины вот эти вот как раз великующее за собой передание вот она тест терапия и поэтому человек когда в комплексе снижая вес проходит еще и эндорфиновую терапию при которой происходит выработка гормон радости эндорфин это физиотерапевтическая методика кстати это не укола не надо бояться ничего не укола не таблетки релаксирующая процедура слабый импульс и тока на точке определенной воздействия через 15 минут начинается выработка эндорфина серотонина в организме это гормоны счастья через десять сеансов человека полностью восстанавливается эндорфиновая функция человеку хочется жить вести активный образ жизни соответственно у него уже мать совсем по другому другой подход него начаться повышаться двигательная активность а значит уже мы хочется меньше есть мы повышается настроение но и так далее вот на снижение веса происходит грамотно физиологично без вреда для здоровья они в стрессе сегодня ем завтра не ем потом опять срыв и так бесконечно всю жизнь поэтому нужно друзья об этом думать понимаете снизить вес нужно уметь и снизить вес нужно правильно снижать вес нужно под контролем специалиста врача они заниматься любительскими диетами с интернета либо какими-то чудо-средствами вот как я показываю да вот такими тоже когда рука им помашут и завтра ты похудел ничего подобного нужно иметь определенные навыки снижения веса и знать как дальше его сохранить и ведь потом когда человек начинает резко снижать вес допустим полностью отказываться от еды он-то его снизит конечно там килограмму идут но потом они в геометрической прогрессии вернуться правильно говорить да а знаете почему такое происходит потому что человек очень часто заставляя себя отказываться от еды как раз садится на диету любые диеты в основном они очень мало содержат белка ну это супчиковые диеты соковая диета овощные диеты да когда гури сижу ем одни огурцы сижу ем одни яблоки то есть там нет белка отсутствие белка это организм как переживает могу вам рассказать то есть когда мы с вами неважно худеем или толстеем нашим организм нужно каждый день жиры белки углеводы каждый день так вот если у него жиров запасе своих предостаточно он не расстроится организм если он сегодня жира не съест у него есть да где взять углеводов небольшой запас тоже существует в виде гликогена в печени то запаса белка организм не копит никогда а это строительный материал белок нужен человеку каждый день ежедневно независимо от того он худеет или толстеет и вот если он сегодня не съел белка потому что у него сегодня будет предписание огурцы у нас не был разгрузочный день организм заберет белок расщепив собственную мышечную ткань человек этого не замечает он встает на весы на весах цифра падает он радуется как я хорошо похудел на самом деле потерянная мышечная масса сто процентов привод человека к набору веса да еще и с плюсом почему потому что мышечная масса это то место где происходит окисление жира и терять мышечную массу смерти подобно вот почему люди которые постоянно сидят на диетах не могут похудеть то есть они становятся того момента еще более склонны к полноте а наращивать мышечную массу не так легко это тренажерные залы вперед кстати именно по этой причине потому что мышечной массы у мужчин и у женщин разное количество мужчины худеют намного эффективнее намного быстрее чем женщины потому что них априори всегда при любом количестве килограмма жира мышечной массы будет больше это такой просто такой лайфхак для мужчин они всегда ходят гораздо лучше в завершении хочу поделиться очень красивой фразой гиппократ сказал если вы не хотите есть лекарство как еду то ешьте еду как лекарство очень мудро и очень емко дорогие друзья если вы понимаете что у вас есть проблемы с лишним весом если вы уже устали от депрессии апатии одышки устали втискиваться в свои вещи то просто сейчас примите решение любой из вас поверьте может с этим справиться примите решение обращайтесь к специалистам а наши двери для вас всегда открыты и вы уже через месяц станете красивее утонченнее и изящнее и вы будете собой гордиться спасибо наталья ивановна за беседу я надеюсь что все таки наши телезрители примут все ваши слова и наставления рекомендации во внимание и обязательно обратятся к специалистам а я напоминаю что гость нашей студии директор медицинского центра открытия наталья ивановна солодкова относитесь с уважением и вниманием к своему организму он обязательно ответит вам взаимности всего доброго